Есть вопросы, которые повторяются из раза в раз, про Сопольского Роберта, про его книжки. Учебник средненький очень, описание довольно простенькое. Он не лучше и не хуже других обычных учебников, которые можно использовать. Но это только в том случае, если вы хорошо знаете английский язык. Потому что в переводе «Мадам Неймарк» это читать нельзя. Потому что в ее переводе она представляет как раз именно популяризаторов науки. Там, например, нейроны из таламуса ползут в кору. Ну, там не нейроны ползут в оригинале, а там нейроны образуют отростки, направляющиеся в кору. Поскольку люди-дилетанты занимаются в основном переводами, эти книжки наполнены такими ошибками, что лучше их в переводах не читать. Потому что надо, чтобы переводами занимались профессионалы, а не любители, желающие заработать. Поэтому ничего против Сопольского не имею, но книжки посредственные учебниками. Такие у нас полно, таких книжек. Советую все-таки найти что-нибудь посерьезнее. А вот умозрительные выводы, которые она строит из этого, хотелось бы увидеть, на чем они построены, кроме глубокой убежденности или веры.